В преддверии поездки в Нью-Йорк Владимир Путин дал большое интервью американским журналистам. Оно выйдет в эфир канала CBS в воскресенье, но фрагмент уже сейчас есть на сайте. Речь в частности зашла о ситуации в Сирии. Президент подчеркнул, попытки разрушить легитимную систему власти в Арабской Республике неминуемо приведут к такой же ситуации, которая сейчас в Ираке и Ливии. Единственный путь решения кризиса это укрепление действующих государственных институтов и оказание им помощи в борьбе с терроризмом. Конечно, одновременно, отметил президент, надо и подталкивать их к реформам, обсуждать, побуждать к диалогу со здоровой частью оппозиции. Некоторые детали о поездке Владимира Путина на 70-ю сессию Генассамблеи рассказал сегодня на брифинге помощник президента Юрий Ушаков. В частности, подтвердил, что на полях мероприятия президент проведет встречу со своим американским коллегой. До последнего времени было неясно, состоится ли она. Напомню нашу принципиальную позицию. Она сводится к тому, что мы не отказываемся от предлагаемых контактов. Мы вообще за поддержание постоянного диалога на высшем уровне. Тем более, есть что обсуждать. Много горячих тем, по которым поиск совместных решений, поиск компромиссов необходим. С учетом этого, американцы знали, что если Обама захочет провести рабочую встречу в Нью-Йорке и предложит провести ее, то мы вряд ли от нее откажемся. Короче, несколько дней назад, 19 сентября, именно от администрации США поступило предложение о рассмотрении двух конкретных возможностей проведения встречи президентов в Нью-Йорке. По словам Ушакова, российская сторона готова к обсуждению широкого круга тем. Самая актуальная ситуация на Ближнем Востоке и сирийская проблема пойдет речь, скорее всего, и об украинском кризисе. Кроме того, в планах Владимира Путина провести встречи с генеральным секретарем Мон Панги Муном и премьером Японии Синзу Абе. Продолжение следует...